Приветствую вас. Проблему можно разделить условно на две части. Первая часть это, собственно говоря, ваш вопрос, который вы задаете. И направлен ваш вопрос на попытку понять, что стоит за выбором такого поведения бывшего. А вторая часть, второй аспект проблемы это, так скажем, ваша собственная реакция на него, на бывшего. И, соответственно, невозможность по той или иной причине отграничить себя от него. Во-первых, хочется сказать, что мужчины возвращаются, как правило, потому, что ему... все-таки хорошо с вами было, несмотря на проблемы, которые были между ваннами. Вот. И потому, что он вас нуждается. Ну вот, человек вас нуждается. Есть, конечно, и другие причины, которым он может возвращаться. Но эти причины, они, на мой взгляд, требуют выяснения, специального выяснения. И не могут быть названы с учетом той информации, которую вы предоставили. То есть, со стороны мужчины это может быть желание отомстить. Со стороны мужчины это может быть потребность самоотвердиться. Со стороны мужчины это может быть необходимость подкрепить свою самооценку. тем, что, например, вы до сих пор о нем думаете, до сих пор хотите быть с ним. Ну, если он вот увидел, увидел по вашей реакции, что вам не безразличен и так далее. То есть, здесь вот есть разные могут быть мотивы, разные могут быть стимулы у мужчины для того, чтобы пытаться быть, с вами, чтобы вернуться к вам. И парадокс в том, здесь, на мой взгляд, что невозможно какие-то отдельные причины выделить. Потому что они у каждого мужчины могут быть свои. И это нужно понимать. Другой момент, на мой взгляд, куда более важный, это такой, что вы, несмотря на то, что запретили себе, как вы говорите о нем думать, запретили себе интересоваться его жизнью и прочее, все равно достаточно горно отреагировали на то, что он вернулся. И вот то, что вы говорите по поводу того, что вы его любите и еще. Здесь можно назвать эмоциональной привязкой к человеку. Именно поэтому вас это и волнует, именно поэтому вас это и привозит и беспокоит, что вы испытываете чувства к нему. У вас есть к нему привязанность. И вопрос в том, какая это привязанность, что это за привязанность. Об этом давайте попробуем поговорить подробнее немножечко. Значит, расстались полгода назад, пишите вы. А, ну как расстались? Бросил еще раз же, после долгого периода выяснения отношений, слез, скандалов, поставили точку. Здесь не очень понятно. Бросил еще раньше, кто кого бросил? Раньше еще. Почему, если вас бросили раньше, как вы говорите, вы продолжали с человеком выяснять отношения? То есть, ну, мужчина вас бросил, мужчина как бы свою позицию выразил, мужчина сказал, чего он хочет, мужчина выразил свое мнение. Вы как бы на это мнение, получается, особо внимания не обратили. И все равно продолжали выяснять отношения. То есть, здесь можно говорить о вашей потребности и нужде в нем. Вот вы говорите, что вы его любите, но, обратите, когда любят, принимают. Вы принимаете его, если любят его. А в вашем случае ситуация такова, что вы претензии, слезы, что говорит об обидах и так далее. И, на мой взгляд, здесь, помимо любви, есть некие примеси, которые, мне кажется, имеют место быть у вас, и которые, возможно, мешают вам выстраивать полноценные отношения. Конечно, сложно сказать вот так, что именно. То есть, ну, это может быть, ну, обременность в любви, это может быть неуверенность в себе, это может быть страхи одиночества и так далее. То есть, причин, на самом деле, может быть довольно много. Но, тем не менее, то, что вы, как бы, терпели, то, что вы смирились с тем, что он вас бросил, то, что вы, ну, для себя, уже исходя из этого вывод не сделали, да, говорит о том, что через этого мужчину вы пытались, и, возможно, пытаетесь до сих пор реализовывать свои какие-то желания. И в этих желаниях самих по себе плохого ничего нет. Но то, что вы пытаетесь их реализовать через человека, ну, молодого человека, да, это вот, к сожалению, оказывается на вас негативно. То есть, смотрите, бросили еще раньше. Почему, если бросили раньше, продолжали выяснять отношения? Для чего выясняли отношения? Для чего плакали? Почему плакали? Для чего скандалили? Так решили мы обоюдно, хоть я его и люблю. Знаете, ну, обычно, если человека, вот, любят, да, то его опускают. А вы же здесь явно, ну, не похожи. Не похоже, чтобы вы его отпустили именно без болезни для себя. Не похоже, чтобы вы сделали это свободно. Вот. Не похоже, чтобы вы человека свободно опустили. И, на мой взгляд, это имеет принципиальное значение. Если вы не могли, не смогли человека отпустить, значит, у вас, наверное, есть какие-то сдерживающие факторы. И вот эти сдерживающие факторы мешают вам быть в отношениях счастливой. Почему, например, он вас бросил раньше? Из-за чего он вас бросил? Это ведь тоже является причиной, пока вы сейчас в тех отношениях, в той ситуации, в которой находится. Это нужно понимать. Очень хорошо. Понимаете? Дальше. Идём. Так, не очень хорошо после всего этого были взаимные претензии и обид. А здесь мне непонятна вообще формулировка. То есть не очень хорошо после всего этого были взаимные претензии и обиды. Кому не очень хорошо после всего этого? Вам обоим или ему? Какие взаимные претензии, если вы уже вроде бы как расстались? О каких претензиях речь идёт вообще? Не очень понятно. Обиды? Ну вот, если имеет место быть обиды, если имеет место быть обиды, то обиды – это завышенный ожидание. Безусловно. И в случае, если у вас имеются ваши собственные обиды, то именно ваши собственные обиды нуждаются в том, чтобы вы их проработали, чтобы вы их увидели, чтобы вы их, может быть, нивелировали, чтобы они вам, ну, не мешали жить, в общем-то. Вот. Потому что нужно здесь понимать, что обиды – это только ваши обиды, это только ваши эмоции, это только ваши чувства. И я полагаю, что это довольно важный момент. Именно если вы хотите, чтобы ситуация была под вашим контролем, чтобы не было вот такого, что кто-то к вам приехал, например, и всё. И вы потеряли равновесие. Своё. Вот. Дальше. Болела сильно им и тяжело переживала расставание. Почему? В чём привязка? Именно ваша. Человек вам для чего нужен? Почему тяжело переживали? Что вы потеряли? Чего вы лишились? А сейчас всё хорошо, ввела себя в руки, отпустила его. С ним общения нет, интереса его жизни тоже. Ну, вы знаете, вот это вот я всё это запретила сама себе, равно как и то, что взяла себя в руки. Если честно, у меня вызывает ощущение вот такого, знаете, как, может быть, не самообмана, но некой иллюзорности, вот иллюзорности того, что вы делаете, очевидно. То есть, логично, что вы переживаете из-за ситуации в целом, переживали, и логично, что самостоятельно справиться вам, ну, очень тяжело. То есть, я не думаю, что вы до конца его отпустили. Вы сами говорите о том, что своим сообщением, что не получилось, вас до конца его отпустить не вышло, вы не смогли этого сделать. А значит, то, что вы говорите, это либо не соответствует действительности, и вы этого не осознаёте, либо это механизм защиты у вас, на мой взгляд. Которым вы защищаетесь, ну, я не знаю, от, например, ответственности своей, например. Не желаете вы эту ответственность как-то на себя брать, не желаете признавать наличие проблем у себя и так далее. Вы говорите, моя жизнь прекрасна, обиды прошли, я о нём почти не вспоминаю, запретила себе. У вас много вот этого запрета есть. То есть, есть запрет. Знаете, запреты, запреты сами по себе, да? Запреты. Они не означают исцеление, ну, духовного. Запрет – это, скорее, подавление. Только. И поэтому говорить о том, что вы скорректировали своё поведение адекватным образом и научились правильно реализовывать свои желания, на мой взгляд, ну, нельзя. А вот ещё раз, запрет – это не научение. Запрет просто подавили и всё, запретили и всё. Но желания-то при этом они как бы никуда не деваются. Желания-то при этом они остаются. Вот. И ваша ситуация, на мой взгляд, это очень хорошо демонстрирует, что ситуация осталась до тех пор, ну, ситуация оставалась хорошей до тех пор, пока вы не видели человека, пока он вам не находился в зоне вашей периферии. Да? Вот. И всё. А можно ли назвать это тем, что обиды просты? Вряд. Дальше, значит, так, всё хорошо, но приехал, он меня как будто с небес на землю спустили. Ага. Значит, ну, как, как приехал? Знаете? То есть, ну что, у меня вопрос, ты приехал? А почему вы его впустили? Почему вы позволили ему быть с вами? Ну вот. А если приехал, да, то, соответственно, ну, почему не уехал? То есть, непонятно. Если вас спустили с небес на землю, то как именно это, ну, произошло? Почему? Как именно вас спустили с небес на землю? Как именно вы это почувствовали? Вот. А, значит, пока я вижу только, только, да, и почему у вас за это время, вот, за время не появилось новых отношений или хотя бы не было у вас, ну, другого-другого мужчины, которым бы вы просто взаимодействовали. Я не говорю обязательно отношения, но просто взаимодействовали. Вот. Ну и в итоге, в итоге, вместо того, чтобы задавать вопрос, почему я так отреагировал на это, и за чего я так отреагировал, да, вы вместо этого спрашиваете, зачем взаимодействовали бывшие, тогда как вам нужно по-хорошему, да, именно интересоваться собой, своей реакцией, потому что она, ваша реакция здесь, принципиально. Вот. Вот. Но то, что вы интересуетесь не собой, а почему мужчина вернулся, вот, на мой взгляд определяет именно то, что вы сами из своего состояния выходить не хотите. Может быть, вам нравится, что мужчина вам приехал. Может быть, вы втайне мечтали, что он вернется, и сейчас он это сделал, и вы надеетесь на то, что он что-то понял и так далее. Ваша фраза о том, что о причине своего появления он ничего не говорит, на это намекает, что если бы он сказал о причинах своего появления, то, может быть, может быть, вы бы его просили, спустили бы свою жизнь в ногу и так далее. Вы поймите, что без конструктивного диалога на тему проблем, сами камни преткновения, из-за которых у вас были трудности, не уйдут. Поэтому здесь необходимо для начала привести себя в гармонию и определить причину, по которой вас спустили с небес на землю. Очевидно, что отношения с ним вы еще не отпустили до конца. А значит, и с ним адекватно взаимодействовать вы не сможете. Поэтому не терпитесь, а забудьте своими личными границами, а забудьте своей безопасностью, чтобы вам было хорошо в первую очередь. И, как следует, подумайте на тему того, чем вызвана ваша реакция. Вот это вот. И старайтесь вспомнить, из-за чего у вас изначально начались ссоры. Вот там, в этих изначальных проблемах, или же ключ к ответу на ваши вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин